Человек и огонь уже много веков, кто крушат, кто опять созидают. Но согласия нет, лишь на мир наш врагов, и ими у них не бывает. Песни о брестских спасателях такие же яркие и запоминающиеся, как и их визиты к брещанам. С одной лишь поправкой, если они носят профилактический характер. К встрече с особой категорией граждан, детьми-инвалидами отделения дневного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения Московского района сотрудники МЧС готовились серьезно. Программы мероприятий, поучительные фильмы, викторины на знание азбуки безопасности, выступления представителей службы дня и ночи и все это в удачном сочетании с музыкальными номерами. В масштабе страны и нашей области проводится очередная акция, направленная на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Акция под названием «Безопасность в каждый дом». Почему так? Потому что именно в этот период больше всего возникает случайные ситуации пожаров, домовладения граждан. Это связано, известно, с чем? С принижением температуры, нахождением большего количества времени людей в зданиях, в жилых домах. И поэтому, конечно же, возникает вероятность возникновения вот таких негативных моментов. Опередить эти самые моменты и стремятся спасатели. В деле все методы хороши. В данном случае информация, поданная в развлекательном ключе, как нельзя лучше, будет усвоена и вовремя применена. Беседа с ребятами приятно удивила спасателей. Оказалось, дети довольно подкованы в вопросах пожарной безопасности. Знакомы с механизмом действия пожарного извещателя. Спасатели в этом учреждении гости нередки, польза от каждой встречи налицо. Именно так ярко стартовал первый этап республиканской акции МЧС «Безопасность в каждый дом». Судя по такому эффектному началу, несложно догадаться, с какими интересными познавательными визитами спасатели отправятся в гости к брещанам под пристальным вниманием все категории граждан. Уроки от огнеборцев интересны еще и потому, что благодаря им можно наглядно познакомиться с работой специальных инструментов пожарных, экипировкой спасателей, а также боевым оснащением. Когда к нам приходят наши, ну скажем, уже друзья из Министерства по чрезвычайной ситуации, они не только рассказывают, но и показывают. Как говорится, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И вот эта вот наглядность, она помогает нашим подопечным, которые находятся у нас на обслуживании, понять именно необходимость соблюдать то, от чего зависит их жизнь. Тема безопасности не перестает быть актуальной, она требует твердых знаний. Проводя время в компании, спасатели подростки извлекли полезные уроки. Выводы, сделанные в ходе общения со спасателями, как правило, остаются в памяти ребят. В ходе акции «Внимание огнеборцев» будет направлено и на взрослых. Эта акция будет охватывать все, без исключения, объекты. Мы начинаем ее с объектов социального обслуживания, дальше перейдем на промышленность, школы, детские сады, с таким расчетом, чтобы как можно больше населения узнало об этой ситуации, прослушало данную ситуацию, сделало для себя соответствующие выводы. Ну и, конечно же, каждый из нас должен был принять дополнительные меры по обеспечению и собственной безопасности, и в целом нашего общества. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.